как открывается багажник с ноги ой какая красивая тачка в салоне у нас здесь кожа протечки скрываете зачем помыли мы всегда моем очень да можно не менять диски эти просто что за мотор особенности его какие-то в сравнении с другими моделями объем бака ну любую машину киа и ты бы какую выбрала вот из всех но только честно скажи три с половиной часа пройденных подписанием документов и вот она оба на это посмотри что ты радуешься чуть-чуть пленочки на ней уже не было конечно неудобные вопросы для сотрудников киа мотор смотрите в моем провокационном видео ну что мы приехали в киа мотор с николаем и сейчас торжественный момент когда этот человек счастливый потому что он пересел с автомобиля лада подожди говори на что а когда киа мотор с интрига здравствуйте у нас торжественный момент фотофиксации у вас следующий раз приду сразу с капельницей но чем мы снимаем красивых девушек и вообще радостное событие как вас зовут сколько вам лет вы замужем или наскажите свою фамилию только честно я хочу написать хорошего я это затру чтобы сам лично и написать можно загонять клиента по быстренько мы показываем современный модельный ряд киа моторс значит это такие оптима такая красивая объемчик у нас 2 и 4 188 лошадей передний привод шестиступенчатая коробочка достаточно хорошая экономичная киа серата когда-то хотел приобрести такую тачку давайте посмотрим по объему не 2 литра 150 лошадей но она небольшая поэтому эти киа серата очень очень резвые подрывистые внутри все выглядит тоже замечательно ну конечно салон у нее не очень большой сзади место будет не слишком много какая красивая тачка это тенге посмотрите стоимость 1 7 это в минимальной комплектации коробка передач автомат восьмиступенчатая 370 лошадей 3 3 бензиновый двигатель а что это я говорю от а ну да получается конкретно начальная цена 3 289 причем здесь одни на семья не понял ну ладно в общем давайте посмотрим очень крутая тачка выглядит просто ошибательно что в салоне в салоне у нас здесь кожа но это уже премиум класс сзади это выглядит вот так четыре трубы посмотрите просто невероятно круто киа соу новый от восьмиста тысяч это 121 короче в районе миллиона стоит эта тачка у нее объем 1 и 6 экономичность 32 по лошадям автомат и не написано сколько коробка имеет передач ну в общем то большая высокая машина конечно внутри все очень простенько но она большая что очень важно в городском цикле городском цикле это очень удобно трогать по бортикам это у нас кто kia optima выглядит просто шикарно у нее бензиновый двигатель 2 литра 245 лошадей но послушайте вот это прям вообще красавица вот это вот за два мульта вот прямо крутая оптимальная тачка сзади вот такой вид красивая посмотрим что у нас вот это это sportage хорошая машинка все ее знаем ну два миллиона тоже стоит кстати я бы наверное даже лучше взял sportage чем седанчик вот это sorento посмотрим что она из себя представляет значит тоже два мульта 2 и 4 175 лошади что внутри внутри прямо но она реально большая за два мульта такую тачку это можно на целую семью вот хит собственно от киа это киа рио самые народные автоматы которые покупают все у кого нет денег на больше здесь у нас получается в районе миллиона стоит вся эта история автоматическая шестиступенчатая 16 123 лошади но там двухметровых не бывает в принципе то есть там будет у вас 1616 да соответственно мотору проверено уже временем 123 лошади очень-очень динамичный сам по себе но что самое главное что как в моторе 16 так и в двухлитровом турбо либо двухлитровом атмосфернике применяется установка коробки айси это японская коробка шестиступенчатая которая ну она себя очень ну и японские автомобили мы все знаем как супернадежные и долговечные в прошлом а сегодня а сегодня на самом деле коробку айса ставят не только японцы но и вот я пришел сюда с бренда volvo классная машина вроде говорят на скорости не очень корректно себя ведет внутри салон класса эконом то есть все очень простенько никакой кожи вот но тем не менее это современная хорошая машина а вот и наш покупатель он скрывает пока что от всех что он покупает больше всех меня радует именно наш продавец извините вы не так хорошо как она сейчас лена решила показать мне очень важный момент вот посмотрите кто лучший сотрудник месяца подожди это я так это же ты это я это ты это я все таки я лучший сотрудник месяца а кто в этом сомневался ну скажите ну разве может быть лучший сотрудник другим а значит а теперь не соревнуется кто круче значит вот я вижу молодого человека здесь в журнале выглядит как будущий миллионер может поэтому она с ним как бывший к сожалению вы ее бывший нет если будете будущим миллионером то она тоже ваша будущая нет я не такая я не меркантильная я не меркантильная я не меркантильная это прекрасно это прекрасно я хочу пригласить вас в шаверму можно макдонать пожалуйста будет сделано у меня есть у меня есть курица гречка и салатик так ладно что у нас тут торжественный момент мы сейчас идем посмотреть автомобиль который непосредственно скоро должен уехать оба на ты посмотри что ты радуешься что ты как-то вяло ты радуешься прыгай прыгай так ну так а пленочки пленочки на ней уже не было конечно нет мы очень любим когда есть пленочка ну там на отдельных элементах знаешь чем пахнет сушами суши здесь кто-то ел суши да смотрите вот секрет успеха стоило купить новую машину и она уже лезет в нее суши 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 c друзья вы посмотрите на это счастливое лицо подожди bitte сталь подожди пожалуйста я сейчас отъеду назад это тоже интересно, как ты отъезжаешь так а может она быстро вперед-назад уже нет нет, да? самому работать опять как он может открыть мы хотим проверить систему как эту открывается багажник с ноги Это когда я видел ролики, когда человек лезет в самый низ, чтобы открылась. Нет, вообще, когда ключик держишь в кармане, должен багажник открываться. Вот ты с тобой входишь. Может быть, эта функция просто не запущена внутри? А теперь у меня неудобный вопрос специалисту Кеа Моторс. Скажите, пожалуйста, почему у вас двигатель намытый? Протечки скрываете? Нет. Зачем помыли? Мы всегда моем двигатель, когда выдаем автомобиль. Он должен быть полностью чистым. Обратите внимание на колеса. Очень классно. Да, можно не менять диски эти. Очень крутые диски. Или, говоря по-станиславскому, диски. Посмотри, там, здесь открывается... Наверняка же это бачок, лючок бака. Лючок бака, пожалуйста. Бак объем. Один, можно 92, можно 95. Объем бака? Объем бака? 92? Объем бака... Семь словами. Давай еще раз. Объем бака. Подожди. По-моему, 63. Неудобные вопросы для сотрудников Кеа Моторс. Смотрите в моем провокационном видео. Это раз, два, три, четыре. Это воздуховод. Это фильтр воздушный. Это либо тормозуха, либо омывалка. А вот омывалка. По-моему, что же. Это что? Это какой-то... Это соус, скорее всего. А, охлаждение. Охлаждение двигателя. Здесь 9, какой я тупой. 24 битвы, 180, совершилось чудо. Я получил свою тачку. Все остальные думают, когда уже эти придурки свалят отсюда. Так, мы сейчас с Артемом будем рассматривать мотор. Коль, открой, пожалуйста. Нужно знать просто, что за мотор, особенности его какие-то в сравнении с другими моделями. Мотор бейс-мотор, да? Да, да, да. Ну, собственно говоря... Откроем, может быть, тогда сразу? Я с удовольствием. Ну, собственно говоря, все просто. Это у нас 2-литровый мотор, турбированный. Система непосредственного впрыска GDI. То есть это, собственно говоря, уже даже не какая-то новинка. Такую технологию применяю и применяю до сих пор. А в чем суть этой системы-то? Ну, это, собственно говоря, на каждую свечу стоит своя насос-порсулка. Да, да, то есть идет непосредственно впрыски цилиндр. В счет этого, соответственно, ну и другие показатели по мощности, по отдаче, в крутящем моменте. А, ну, в общем, КПД. КПД мотора выше. При этом, при всем, показатели по расходу значительно ниже, если сравнивать с аналогичными двигателями. То есть, в целом, в общем, эта технология используется для сих пор на двигателях компании Mitsubishi. А если сравнивать с Kia Cerato, то есть там как с моторчиком? Ну, в Cerato, соответственно, у нас устанавливается 2-литровый аналогичный мотор, но без турбины. Да, соответственно, ну и есть в том числе мотор 2 литра с непосредственным впрыском. Поэтому, по большому счету, это тоже самый двигатель, просто без турбины. Лен, смотри, вот представь себе, что у тебя достаточно сейчас средств, чтобы купить одну из любых, ну, любую машину Kia. И ты бы какую выбрала вот из всех? Ну, только честно скажи. Я бы выбрала, ну, либо Soul, либо Optima. А почему? Ну, потому что мне нравится. Soul? Да. Ну, потому что мне Soul нравится, потому что он не похож на все остальные автомобили. А Optima, потому что, ну, это вообще один из первых моих любимых автомобилей. А ты бы поняла, допустим, если бы я сказал Sorento? Sorento, но мне Sorento не нравится. Потому что он большой мужицкий? Ну, нет, это просто автомобиль такой, мне кажется, несовременный. А, что он как бы старперский немножко? Да. Семейный типа того, да? Семейный там, да. Сейчас слушай. Ну, просто если как смотреть на престиж автомобиля, то, конечно, Sportage несколько получше выглядит. И следующая модель, которая дороже после Sportage, как она называется? Sorento, Sorento Prime. Вот. Но Sorento – это у нас классика жанра. Этот автомобиль до сих пор не с производства поставляется в классическом исполнении. Но флагман наш – это, конечно, Sorento Prime. А минимальный Sportage, он от двух начинается? От миллион трехсот с копейкой. И это, скорее всего, весла? Ну, в новом, в рестайлинговом исполнении, сейчас вот у нас уже что вы представляете, рестайлинговый автомобиль, но это не весла. То есть это вполне самодостаточная комплектация с кондиционером, с текстно-стеглоподъемниками. Ну, то есть Sportage в комплектации люкс, чтобы вы понимали, где будет уже климат-контроль, подогрев, все включая лобовое стекло. Хорошая мультименитная система – это 1,6. Ну, то есть в любом случае до двух можно. Все, Артем нас классно проконсультировал. Пусть скажет свой инстаграм. А, Борисов, 184, да, заезжайте к нам в Е-Моторлэм на Еревске. Рад был. Николай Николаевич, поздравляю вас с покупкой нового автомобиля. Наконец. Держите ваши ключи. Три с половиной часа, пройденных подписанием документов, и вот они, вот они, долгожданные ключики. Спасибо вам большое, Гелеба. И мой халявный ужин. И это правда. Пойдем к ужину. Все, давай, спасаем. Пока-пока. Все, пока-пока. Во второй части вы увидите обзор Kia Optima 2018, сделанный хоть и непрофессиональными обзорщиками, зато уж точно честными ребятами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ваш Евгений Донец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok